Здравствуйте, уважаемые слушатели! В своих комментариях сегодня я буду цитировать статью историка архитектуры Алексея Лепорко, написанную им для интернет-издания Фонтанка.ру сразу после открытия выставки Захихадид в Эрмитаже. Ему удалось найти простые четкие формулировки, чтобы объяснить это сложное явление – деконструктивизм. Само слово как-то не сочетается в нашем представлении с архитектурой, то есть с конструкцией. Он пишет. Уже Корбюзье понимал, что это скука и к концу жизни начал распарывать схемы. Но догмы были удобны, они были функциональны и не затратны. Поэтому держались за них прочно. Но тем не менее, весь мир застыл в ожидании чего-то нового, революционного. Помните про революцию 68-го года и хиппи – люди с цветами? В архитектуре взорвали старые представления о ней молодые студенты и преподаватели лондонской архитектурной школы. Рэм-Олхас, Заха среди них, Либискинт, Гири и другие. Задача была очень масштабной. Нужно было по-новому ощутить этот мир и убить типизацию. Одним из источников были утопии 1920-х. Лисицкий, архитекторы школы Малевича, Татлин, Родченко, Черняхов. На выставке, в частности, был представлен Черный квадрат Малевича, как некая точка невозврата. И именно эта работа вдохновляла Заху, как и многие другие композиции. Строить это никто не был готов. Поэтому заказчиков первое время у молодого архитектора не было. Первым успехом была победа на конкурсе в Гонконге Клуб Пик. Но и он реализован не был. Итак, давайте познакомимся поближе с нашей сегодняшней героиней. Заха Хадид родилась 31 октября 1950 года в Багдаде, в Ираке. Обучение будущий архитектор начала получать в католической монастырской школе, а далее продолжила в Бейруте и в Лондоне. В столице Великобритании, в архитектурной ассоциации, проявилось увлечение Захи Хадид русским авангардом. Был создан проект гостиничного комплекса на мосту. Тектоник Малевича. Это стало дипломной работой Захи Хадид. Основатель бюро Рэм Колхас был учителем Захи в архитектурной ассоциации в Лондоне. Под его руководством она и делала свою дипломную работу. Вот еще одно ее произведение в графике, которое говорит о ее глубоком изучении и большом увлечении русским конструктивизмом и авангардом. Татлин Спираль. Она изучалась в прайматические композиции Малевича, уделяла им много времени. Абстрактные композиции Василия Кандинского. И это все проявилось на первой выставке, которую деконструктивисты показали в музее современного искусства в Нью-Йорке, знаменитой МОМА. Именно этот музей, благодаря заведующему отделом архитектуры, человеку прогрессивно мыслящему и поддерживавшему эти все эксперименты, именно там открылись новые страницы в развитии архитектуры. Главная идея Захихадид и всех тех, кто причислялся к так называемой деконструкции, а определение это родилось именно на выставке 1988 года, как раз и заключалась в том, что надо преодолеть ощущение покоя и стабильности. Вы ждете, что здание символ устойчивости. Так нет, получите другое, говорит Лепорг. Экспозиция выставки деконструктивистов в МОМА 1988 года. Она еще очень скромна, и мы видим с вами, что это макетно-бумажная выставка. На ней еще нет даже фотографий реализованных объектов, потому что их и не было. Что вдохновляло деконструктивистов? Конструктивизм. Художественное архитектурное движение, начавшееся на закате царской России, однажды отвергнутое советским обществом, которое оно первоначально охватило, а впоследствии рассеялось по всей Европе и Северной Америке. Мы с вами говорили об этом в вводной презентации, об истоках современной архитектуры. Первые годы работы в архитектурном бюро были не очень удачны, хотя, как мы уже упомянули, проект спортивного клуба «Пик» для Гонконга обратил на себя внимание. И вот что пишет по этому поводу Алексей Лепорг. Статья, правда, была написана тогда, когда она была жива и на пике славы, поэтому в его словах может чувствоваться некоторая толика иронии, но сегодня они звучат совсем по-другому. Понятно, что следующего этапа не будет. Она востребована, она икона времени, она дива. В ранние 2000-е Фрэнка Гири осуждали за то, что он стал декоративным и модным, развлекательным, стал играть на публику, изменил основам деконструкции. Через 10 лет пришла пора сказать все это и про Заху. И в таких суждениях масса правды. Ну вот с чего начиналась эта история. Ее первым успешным проектом, реализованным на практике, стал проект пожарной станции на границе Германии и Швейцарии. Пожарная станция компании «Витро». Там все захватывает воображение. Стены накренились. Крыша взлетела. Ее нос буквально заносит в воздух. Все под углом, ни одной прямой линии. Недаром этот маленький павильон стал священным камнем нового поколения архитекторов. Реализовать это было совсем непросто. Для этого потребовалась высшая квалификация швейцарских бетонщиков, говорит Лепорг. И действительно, посмотрите на разные ракурсы этого здания, которые мы можем видеть благодаря фотографиям, предоставленным нам Ниной Соболь. И так швейцарские бетонщики. Все остальные отказывались. Там все склоняется и нависает. Даже двери душевые и туалеты. Пожарная станция стала мегапроектом. Она не прослужила по своему назначению и дня, сразу превратившись в музей. Сегодня это культовое сооружение. Вот они, музейные залы. А дальше случился прорыв. В конце 90-х, в начале 2000-х, Заха получает признание и известность. Музей в Цинциннате был первым в этом ряду и достаточно сдержанным. Своего рода стильный неоконструктивизм. После этого Заха Хадид предстала в полную силу. Сплетение гигантских полос фабрики БМВ в Лепсиге, земельно-бетонные пристрастия и прорастание музея современного искусства в Риме и так далее. Земля, масса, стены, все дыбом. Этот римский музей современного искусства занимает колоссальную территорию. И она создала исключительно масштабные вещи. Но при этом очень много занималась малыми формами. Здание не единственные плоды творчества архитектора Захи Хадид. Она разрабатывала театральные декорации, мебельные коллекции и даже ювелирные украшения. Вот несколько примеров. Кресло. Работа Захи Хадид. Диван и стол. Она тщательно изучает растительные конструкции. Диван-зефир. Диван-зефир. Свойства материалов. Бренд Булгари. Интерпретация легендарного кольца из белого, желтого и розового золота. И вот уже воплощенные в жизнь знаменитые проекты мастера. Один из них – комплекс «Опус» в Дубае. Он вошел в шорт-лист премии Всемирного фестиваля архитектуры. Белый цвет выбран не случайно. Благодаря ему лучи Солнца отражаются от поверхности, тем самым подчеркивая выдающиеся части здания. Плюс это символ светлого будущего. В Пекине открывается новый аэропорт по проекту «Бюро Захи Хадид». Исключительно интересный проект – защита от наводнений. Набережная Гамбурга. Вполне утилитарный проект. Но тем не менее он стал очень значительным в деле формирования городской среды. И превратил эту портовую часть города в популярную прогулочную зону отдыха. Всех горожан. Еще одно сооружение. 2014 год. Культурный центр в столице Южной Кореи. Как будто бы космический корабль приземлился в городе. А ночью расцветают удивительные розы. Светодиодные розы. В Катаре открылся новый стадион по проекту «Захи Хадид». И вы видите, как это колоссальное сооружение организует вокруг себя все пространство. Сегодня это выглядит уже не так. Там много зелени. Вся окружающая территория приведена в порядок. И это стало центром развития зимнего спорта. Еще один стадион. Олимпийский стадион в Южной Корее. Мы с вами имели возможность смотреть репортажи из этого стадиона. А вот это единственное воплощение идеи «Захи Хадид» в России. Это частная резиденция «Кэпитал Хилл» в Барвихе, которая принадлежит миллиардеру Владиславу Доронину и Науми Кэмпбелл. И вот еще одна цитата из Лепорка. Успех принес лавину заказов. Центр Гидара Алиева в Баку, здание в Сеуле, Глазго, Олимпийский центр водных видов спорта в Лондоне, опера в Гуанчжоу, заказы в Москве. Она стала главным архитектором эпохи развитого консюмеризма. Все вздымается, взлетает, не зарыгается лавиной. Хотите неизведанного? Вот оно. Характерно, что первый русский проект – подмосковная вилла для Науми Кэмпбелл и подарок Миди-олигарха Доронина. Заказывать дом от нее, от Захи Хадид, стало высшим монтом. Впрочем, именно поэтому ее потери в 2008 году были самыми крупными среди мировых звезд. Была сокращена треть штата мастерской. Но потом оправились. Захватывающее воображение декоративность всегда будет иметь своих клиентов. Выглядит с ног сшибательно. Архисовременно и вдобавок бесконечно статусно. Этих составляющих хватает. Вот вид особняка ночью. Очень эффектное зрелище. Еще один объект – торгово-офисный центр «Скайсоха» в Шанхае, Китае. Эти четыре башни, свойственные последним проектом, входят обтекаемой формой. Переход из одного здания в другое может осуществляться не только наземным способом, по красивой парковой зоне, но и посредством небесных мостов, на которых применено озеленение. Еще один многофункциональный центр «Галакси Соха» в Пекин, Китае. Состоит из пяти округлых частей. Кстати, этот проект был представлен на выставке в Эрмитаже, которые то сливаются воедино, то соединяются мостами. Конструкция напоминает естественные наслоения пород. Внутренние дворы представлены как отражение традиционной китайской архитектуры, в которой открытые пространства составляли особый внутренний мир дома. А вот это немного напоминает нам о творчестве начального периода. Многофункциональный комплекс предназначен для трех государственных департаментов Франции. Деление на части становится очевидным при приближении к зданию. Его структура напоминает лежащее дерево. В твердом основании ствола располагается архив. В более разветвленной части библиотека, на самой верхушке офисы. Эта 15-этажная башня построена как инновационное здание для студентов. Джеки Клаб, Инновэйшн Тауэр. На очень узком участке, принадлежащем политехническому университету Гонконга. Включает в себя лаборатории, мастерские, выставочные площади, лекционные залы, другие помещения для студентов. Его дизайн создан в ответ на необходимость организации многопрофильной образовательной среды с поддержкой и развитием инновационных технологий. Еще один образец другого типа здания – горный музей в Южном Тироле. Он располагается на вершине горы Кронплац на высоте 2275 метров над уровнем моря. Концепцию дизайна Заха объясняет так. Это еще один вид данного сооружения уже с противоположной стороны. Для столицы Саудовской Аравии Заха спроектировала исследовательский центр, строительство которого началось еще при ее жизни. Белоснежный кампус, опустившийся на плато, словно космический корабль, построенный по принципу пчелиных сот. В пяти его зданиях располагаются Центр энергетических знаний, компьютерный центр, конференц-центр с выставочной зоной аудиторией на 300 человек и исследовательская библиотека. Здесь есть специальное место и для молитв – мусалла. Еще один ракурс исследовательского центра в Рияде. А вот такое предложение Заха сделала для Москвы. Но московская мэрия не решилась реализовать этот проект. А вот в Баку решились и построили Центр Гейдара Алиева. В 2012 году этот центр был открыт. На выставке в Эрмитаже был представлен том проектной документации. Идеи, которые были там показаны – это попытка придумать новую модель, новую типологию сооружений. Очевидно, что это невозможно. Невесомость и преодоление силы тяжести на Земле могут быть только мнимыми. Но тем не менее Заха во многом наследница Мельникова, архитектора для того, чтобы придумывать, инженер для того, чтобы рассчитывать. Впрочем, у Мельникова были и гениальные формы структуры, где все вырастает из смысла здания. Лучший пример тому – Д.К. Русакова в Москве. Мы с вами говорили об этом здании во введении к нашему циклу занятий по архитектуре. Это нынешний театр романа Виктюка. Алексей Лепорг считает, что в этом отношении Захе нечем крыть. Ей, правда, повезло в том, что Фрэнк Гири, потрясая публику, первым ввел в практику компьютерные технологии проектирования, позволившие реализовать все эти переливы оболочек, и мечты таким образом стали реальностью. Действительно, часто архитекторы улетают в мечтах очень далеко. Вот такой эскиз предложил Заха Хадид для преображения Трафальгарской площади в Лондоне. То есть задача была, как и у многих архитекторов предыдущих поколений, снести все до основания, а затем создать совершенно новое пространство, новую модель. В 2018 году, уже после смерти Захи Хадид, в Макао открылась башня «Морфеус». Разработка этого проекта началась еще в 2012 году. Архитектор лично принимала участие в этой работе. Но, к сожалению, сложилось так, что утром 31 марта 2016 года она скончалась от сердечного приступа. И после ее смерти бюро Заха Хадид Аркитекц возглавил Патрик Шумахер. Он продолжил реализовывать проекты, которые не успела закончить Заха. И также создавать новые. Вот некоторые из них. Они продолжают концепцию Захи. Центр досуга и развлечений Алджада в Шарджи. Уже начали строить первый этап, первую очередь этого здания, который должен быть абсолютно неповторимой новой концепцией. С микроклиматом внутри. С замечательной растительностью, которую поддерживают благодаря системе орошения. Этот центр будет иметь собственную уникальную экосистему. Множество растений будут поддерживаться с помощью системы рециркуляции воды. Несколько слов о ретроспективной выставке Захи Хадид в Эрмитаже 2015 года. Эта выставка была подготовлена в рамках архитектурной программы проекта «Эрмитаж-2021», призванного собирать, изучать и экспонировать произведения 20-21 веков. Куратором выставки выступила Ксения Малич, научный сотрудник отдела современного искусства государственного Эрмитажа. А в разработке концепции проекта принимали участие сама Заха Хадид и ее ближайший сотрудник Патрик Шумахер, представляющий Великобританию. Вот что пишет об этой выставке Алексей Лепорг. На выставке модели, эскизы, фотографии разбросаны почти произвольно. Только большими усилиями их можно сцепить воедино и разобраться в них нелегко. Но в этом вины Эрмитажа нет. Концепция показа – чистый продукт мастерской Захи Хадид. Главное – оглушить. И хотя это не самая ее радикальная выставка, но для Эрмитажа гулко нависающие гигантские балки конструкции – новое слово. Там есть на что посмотреть. А дальше вы можете решить сами, что вам ближе, что для вас архитектура, что для вас дом. Это вторая большая монографическая выставка звезд архитектуры в Эрмитаже. Первым был Калатрава, теперь Заха. Оба прячут работу здания, оба стремятся превратить здание в орнамент. Один – в красивый, завораживающий глаз силуэт, другая – в буйную игру масс. Оба хотят быть прежде всего художниками. Интересно, последует ли выставка парочестную архитектуру? Или, наверное, это не в духе времени и нашей страны? Выставка была действительно очень впечатляющая. Здесь были проекты уже реализованных зданий и новые идеи. В частности, Заха Хадид поделилась тем, как рождаются новые архитектурные формы, разобрав это на примере обыкновенного семечка от подсолнуха. Это бумажная, макетная архитектура. Но посмотрите, как интересно развивается форма, как интересно выявляется ее сущность, каркас, устойчивость. Так и рождаются совершенно необычные, деструктивные, как нам уже кажется, формы. Говоря о творчестве Захи Хадид, хочется еще два слова сказать о тех, кто ее вдохновлял. В частности, это была интереснейшая архитектурная фантазия Якова Чернихова. Водонапорная башня для завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском острове в Ленинграде, тогдашнем, нынешнем Петербурге. И многие из вас знакомы с этим сооружением. Вот что пишет Лепорг по этому поводу. И не пугайтесь, у нас такого не построят. Перрон и ее фоне на редкость безобиден, и то не смогли реализовать. Единственное обидно, что главный жизненный шанс у самого честного и самого изобретательного архитектора до конструкции Эрика Мосса был как раз у нас. Но кто же теперь об этом вспомнит? Впрочем, о единственной работе одного из крестных отцов Захи, Якова Чернихова, башни завода «Красный гвоздильщик» на Васильевском, никто не позаботится. Из этой башни выросли многие шедевры Захи, но про нее забыли. Упаковка не та. Но здесь, пожалуй, Андрей Лепорг слишком пессимистичен. Все-таки этот памятник архитектуры признали как памятник федерального значения. Очень грустно, что такой большой мастер ушел так рано. И, может быть, еще многие сооружения могли бы появиться и украсить собою наш мир. Мировая архитектура, по крайней мере, авангардная часть профессиональной элиты, пошла по тому пути, который отметил в своих трудах русский конструктивизм. В том числе Норман Фостер Захи Хадид. Таким образом, мы с вами получили некоторое общее представление о творческой работе ведущего мастера деконструктивизма в современной архитектуре Захи Хадид. Спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует...